Фотохудожник Роберт Диамент родился в 1907 году в Киеве. Первая фотография была опубликована в 1926 году. С 1934 года Роберт Диамент – фоторепортер Центральной газеты Украинской ССР. Через три года уже Москва, Арбат, Центральные газеты и журналы, а затем всесоюзные и зарубежные выставки. Большая серия жанровых работ мастера этого периода рассказывает о довоенной жизни Украины, Средней Азии, Москвы. В следующем году Роберт Диамент, советский фотохудожник-документалист, отмечает свое 110-летие. Узнав, что внук известного фотографа-документалиста живет в нашем городе, и богатая коллекция с его фотоработами сохранена, и он готов нам ее предоставить почти в полном объеме, мы, конечно же, пошли навстречу и поставили в план. Во время Великой Отечественной войны Роберт Диамент служил на Северном флоте в должности фотокорреспондента. Выходил на подводных лодках, летал с торпедоносцами на торпедные атаки вражеских кораблей, участвовал в стремительных бросках морской пехоты и дерзких десантных высадках скатеров. Надо помнить свое прошлое, и надо учиться на опыте своих предков. Роберт Диамент стоял у истоков цветной фотографии в СССР. Он снимал Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году. Широко известны его портреты Юрия Гагарина, Аркадия Райкина, Сергея Образцова, Самуила Маршака. Уникальная фотография, потому что большинство фотографий после полета Гагарина, они уже сделаны, когда Гагарин был в ранге или подполковника, или полковника. А здесь он еще в ранге майора. Это действительно уникальная фотография. Мало таких фотографий, где он не подполковник даже. На фотографиях Роберт Диамент сумел зафиксировать характерные черты своего времени, по которым мы сегодня создаем свое представление об эпохе 20-х, 80-х годов. Внук фотокорреспондента Андрей Диамент проживает в городе Видное и представляет в районном историко-культурном центре фотовыставку своего деда, фотолетопись длиною в жизнь.